Обновить и расширить дорожную сеть Неницкого округа. Заместитель руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта рассказал о дорожных работах, которые проведут летом 2016 года. В планах обновление асфальтового покрытия в черте города, в поселке Искатели и Красное. Новые участки дорог появятся этим летом в направлении Усинска и Тельвиски. Строительство первого участка дороги на Тельвиску идет полным ходом. 340 метров полотна до съезда к комбинату «Солнышко» планируют завершить к августу. Далее следует подготовка к следующим этапам. Согласно планам департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта, возведение объекта рассчитано на два года. Вся дорога где-то приблизительно будет цифры говорить, больше миллиарда. Второй этап сейчас у нас пока завис. То, что нет согласования от ПОК, от выноса водовода, который идет с водозабора «Озерный». Соответственно, она будет включена, ветка водовода, в программу «Чистая вода». То, что не по дорогам проходит. Третий участок с мостом. Четвертый участок уже ближе к Тельвиске. Мост капитальный. Ремонт дорожного полотна и тротуаров ожидается в этом году на улице Октябрь. Под реконструкцию выбран участок дороги от улицы Авиаторов до улицы Пионерская. Работа рассчитана на два года с финансированием 90 миллионов рублей. Будет отремонтирован продолжительный участок дороги по улице Ваучейского, от морпорта до пересечения с улицы Ленина и до школы номер 3. Масштабная замена асфальтового покрытия будет произведена на участке от мясокомбината до администрации Заполярного района. Это продолжение текущего ремонта 2015 года. С покрытия будет срезаться 3,5 сантиметра асфальта и укладываться свежий. На эти два участка предусмотрено 96 миллионов рублей. Почти такая же сумма, но и с федерального бюджета, заложена на участок дороги от улицы Монтажников до Угольной. Реконструкция будет дороги с участком строительства. То есть от Монтажников угольный идет с выходом на Юбилейную, там будет мост вместо дамбы существующей, ну такая условно дамба, труба с песком. Там будет мост. И там еще в районе, там как она получается, улица Тиманская пересекается с угольной. И вот от этого пересечения там есть такой зюкзак улицы Губкина. Но это, скорее всего, наверное, будет называться Тиманский. Вот этот участок 300 метров от строительства будет. Ремонт дорог в этом году ждет и поселок Красное. Недалеко от поселка планируется укрепить дорожное покрытие, в самом поселении провести капитальный ремонт участка дороги в полтора километра. На эти цели в окружном бюджете предусмотрено 108 миллионов рублей. Самый большой объем средств в сфере дорожного строительства будет заложен для стратегической трассы на Ренмар-Усинск. Соотношение финансирования, как и в прошлом году, в пользу Федерации. Из государственной казны выделено 497 миллионов рублей, из окружной – 36. В этом году работы будут проводиться на участке номер 4. Что касается итогов прошлого года, когда было отремонтировано 25 километров дорог и построено 5 километров новых, Андрей Стручков спустя почти год оценил состояние дорог как нормальное.